здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 76 уроке видеокурса лендинг пэтч для начинающих и в этом уроке я хочу показать вам классный виджет который позволяет делать выезжающее боковое меню мы видим знакомые нам иконку который говорит нам о том что у нас спрятанное меню давайте кликнем по этой иконочке и у нас выезжает обалденное меню а гибко настраиваем и вы видите здесь мой логотип здесь можно вешать свой логотип можно вместо логотипа какой-то задать текст и много чего еще и кнопка закрыть и очень крутые эффекты есть вот как выскакивает данное меню давайте рассмотрим переходим в адоб news из библиотеки я вытягиваю виджет на холст и давайте рассмотрим настройки у этого виджета есть вот такие два значка они на сайте отображаться не будут это на значки настроек этот значок меню вы располагаете там где вам нравится вот этот значок скрепочка это у нас ссылки мы рассмотрим его в последнюю очередь и давайте сразу если мы сделаем предпросмотр вы видите у нас здесь цвета стандартные серы не подходит под дизайн быстренько пробегусь смотрите если мы выделяем данный элемент вот здесь сразу обводка вы кликаете да и выбираете какой-то цвет по вашему дизайну сразу состояние можете выбрать заливка например чем-нибудь посветлее при наведении обводка сделать например чем такое дальше можно выделить сам вот этот элемент три полосочки у нас тоже серого цвета я делаю по цвету своего дизайна и уже как бы лучше стало и у нас вот видите стандартно вот такой вот меню имеется имеется какой-то заголовок давайте сейчас тоже рассмотрим и так вот эта шестереночка мы заходим в настройки здесь такое внушительное количество настроек но они в принципе все такие полезные самые для меня интересные самые классные это вот меню первое меню эффекты если мы кликнем по списку то здесь есть сумасшедшие эффекты например 3d rotate то есть поворот 3d если мы выбираем давайте посмотрим что произойдет смотреть у нас вы видели да как как она выскакивает просто мега меню единственный единственный недостаток данного виджета у всех подобных виджетов один и тот же недостаток мы не можем задать нужное количество вот этих менюшек здесь максимум 8 вот ведь у нас их 5 максимум можно только 8 задать я не буду тратить ваше время и пробегаться вот по всем этим настройкам вы в свободное время до поиграетесь и выберите нужный для вас эффект появления здесь ничего сложного нет я оставляю который был по умолчанию идем дальше меню background color то есть меню это вот заливка самой вот этой выезжающей части вы видели она была светло-зеленая давайте возьмем код цвета какой-нибудь вот такой вот код цвета я забираю у нас здесь нужно прописать код цвета то есть вы удаляйте все что здесь есть кроме решетки и вставляем наш код цвета идем в браузер и смотрим вы видите да у нас меню стало у такого темно-зеленого да можно сделать чуть посветлее вот я сделал по нижней оттенок такой ближе к своему дизайну но посветлее идем дальше меню бутон формат вот это интересная вещь смотрите у нас здесь списке есть еще два варианта это у нас вот эта кнопка которая вызывает меню который мы с вами вот только что настроили цвета она у нас выбрана по умолчанию тогда для нас вот эти все поля неактивны эти поля все активны если мы здесь выберем вот дефол бутон и текст будто то есть у нас если мы выберем второй или третий вариант появляются отдельные такие кнопки меню и вот это главная большая кнопка она становится неактивной то есть это просто на выбор если вы выбираете здесь меню например давайте выберем то смотрите у нас а вот здесь вот все поля стали активными то есть мы можем сменить дефолт бутон color то есть стандартный цвет кнопки так размер текста на кнопке да можете вписать сюда шрифт название шрифта если вам нужен другой шрифт по умолчанию эрил ну и так далее при наведении цвет здесь меняется цвет текста при наведении меню недоступно меню будет доступно вот наверное здесь до меню здесь доступно бутон дисплей текст то здесь текст на кнопке ну вот давайте посмотрим в браузере чтобы вы понимали что что это такое то есть выбираем сначала дефолт бутон и сразу вот эту кнопку мы зайдем слои и здесь глазиком отключим чтобы ее не было видно она теперь не активно идем в браузер вы видите у нас вот маленькая новая кнопочка появилась ее тоже можно настроить то есть теперь она отвечает вот за это меню вместо того то есть это просто на выбор вы сами решаете нужно вам или нет если вы выбираете ее дефолт бутон да то соответственно как я уже говорил вот здесь уже все цвета меняете там размер шрифт и так далее давайте попробуем выбрать текст бутон то есть эта кнопка с текстом смотрим вы видите тот значок у нас сейчас и у нас теперь вот такая кнопочка то есть аналогичная кнопочка до выполняет то же самое действие текст бутон для нее тоже самые настройки здесь идут я верну предыдущий вариант он мне больше всего нравится и в слоях и вот так же включу с этим разобрались дальше идем смотрите вот это лога и меню то это опция то есть логотип меню заголовок опции да смотрите у нас здесь галочка 1 лога отключена здесь поля неактивны то есть мы можем загрузить графический логотип давайте пока вот включенные опции поработаем нижний да это у нас enable меню тайтл текст то есть здесь какой-то текст давайте напишем там адоб например адоб сразу ниже идет поле меню тайтл колор то есть цвет как менять цвет вы уже знаете меню тайтл фон сайт размер шрифта либо по стрелочкам увеличиваете здесь либо вручную вписывайте и здесь прописывайте название шрифта ну например ubuntu есть такой шрифт естественно шрифты должны быть уже добавлены к вам в muse как добавлять шрифты у меня был по этой теме урок вот я написал ubuntu давайте посмотрим в браузере вот вы видите здесь адоб я вижу что действительно присвоен ему а шрифт ubuntu узнаю эти буковки смотрите например сделаем текст тайтл белого цвета просто вписываем сюда три буквы f это у нас код цвета отвечает за белый и в браузере у нас поменялся видите адоб теперь белого цвета ну например мы хотим не текст а свой логотип разместить пример вот эту галочку и не был меню тайтл мы отключаем поля все неактивны и включаем лога прежде чем здесь что-то делать мы должны логотип добавить к нам в news идем файл и добавить файлы для передач у вас должен быть уже какой-то заготовленный свой логотип только не делайте вы слишком большой по ширине не больше чем 200 там с чем-то пикселей я не помню с посмотрим вот логотип смотрите у меня есть вам нужно еще кстати размер запомнить посмотрите я навел на логотип который соответствует 185 на 47 пикселей я выделяю и сразу же кстати копирую его название тоже пригодится выделяю и открыть все я загрузил логотип в систему давайте здесь пропишем его вот здесь мы просто прописываем название нашего логотипа то есть как он у вас называется прописываем его размеры 185 на 47 и посмотрим все ли у нас получилось я кликаю вы видите наш логотип размещен все отлично мы с вами разобрали уже несмотря на то что в начале показалось до настроек целая куча а мы с вами уже разобрали больше половины нас осталось теперь еще разобраться достаточно важной настройки это меню и там с youtube меню такое длинное такое большое что мне пришлось чтобы у вас в видео поместилась нижняя часть этого виджета мне пришлось сдвинуть части экрана которые я записываю для вас в уроке поэтому не обращайте внимания что теперь вверх программа не видно нам нужно вот эти нижние настройки рассмотреть давайте пройдемся по этим настройкам первое меню и там текст кола это текст на кнопки дальше меню и там текст ролловер кола это при наведении если я правильно понял давайте попробуем другой цвет размещаю и enter то есть в покое кнопка белый при наведении будет ярко-зеленый смотрим в браузере вы видите смотрите белый буквы в покое при наведении вы видите да они у нас становятся такие зеленоватые а дальше идем меню и там фон сайт ну здесь все то же самое повторяется настройки это размер шрифта ниже вписываем шрифт дальше смотрите меню и там олиган выравнивание вот этого текста то есть на кнопках соответственно этот текст на кнопках мы еще раз смотрим где меняется по умолчанию left слева по центру можно сделать или вот это right справа давайте посмотрим по центру меню и там спакинг это у нас размер вот самой вот этой кнопки смотрите 15 сделаем например на 30 максимум по моему 50 можно сделать сейчас поймете где этот размер я кликаю смотрите у нас кнопки стали вот они видите при наведении вот видны их рамочками они стали толще и видно что название наших кнопок стало теперь по середине и последний у нас с вами close button сайт то есть вот эта кнопка крестик закрыть меню 25 можно сделать больше 50 поставим то есть смотреть вот эта кнопочка видите стало больше кнопка закрыть вот и все эти страшные настройки мы с вами прошли теперь вы знаете полностью как настроить супер меню дальше что касается названия и так с этими настройками покончили теперь переходим вот в эту вторую кнопку настроек с изображением скрепки да или цепочки не пугаемся этих настроек это у нас прописано 8 секций для наших восьми пунктов меню и и первое самое вот это поле если вам нужно сделать меньше чтобы отображал с пунктов меню вы их тут выбираете у нас стояло 5 вот смотрите сделаем 3 например то есть сразу нижние становится неактивно и активны только три поля для настройки ссылки идем в браузер смотрим вы видите у нас от активно только 3 и здесь все просто до максимум 8 вы можете активировать прописываем урл то есть куда нужно чтобы вела первая кнопка соответственно если у вас есть внутренние страницы в мюз аналогичным образом они здесь прописываются то есть обязательно только должен быть вот такой протокол http двоеточие два слэша я покажу вам на примере только вот настройки одной ссылки потому что нет смысла тратить ваше время и показывать все остальные настраиваются по аналогии то есть вы уже настройки без меня вот смотрите я прописал ссылку на сторонний сайт например дальше ттл был один ну это просто название вашей кнопки да просто написал свой сайт и написал название кнопки школа федора и есть такая опция если кликнем по ней у у нас есть выбор как открыть эту ссылку в том же окне или open nf window то есть открыть в новой вкладке браузера то есть я выбираю в новой вкладке браузера вот этот нижний пункт и соответственно по аналогии вы уже все другие пункты меню сможете настроить поглядев вот только вот эту часть как я настроил первую ссылку и давайте посмотрим в браузере вы видите изменилась у нас кнопка изменилось ее название я кликаю по кнопке и в новой вкладке браузера все работает у меня открылся сайт который я указал в принципе вот и все все настройки мы с вами прошли этот виджет вы сможете скачать на моем сайте ссылка будет под этим видео увидимся в следующем уроке наверное трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в адоп news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пэтч делайте их круто у и как в в и